Еще одна страна, если не союзница, то уж точно один из ближайших друзей Украины, Германия. В это воскресенье будет избирать новый парламент. Ну, то есть переизбирать Ангелу Меркель на новый срок. И вроде бы сюрпризов быть не должно. Но, например, президентские выборы в США тоже же ведь называли выборами Хилари Клинтон. Многие и политики, и наблюдатели не рассматривали всерьез кандидатуру Дональда Трампа. А оказалось, что расклад на выборах был далеко уж не таким простым. Не получится ли так и в Германии? Давайте узнаем у Татьяны Лугуновой, нашего корреспондента в Берлине. Она выходит с нами на прямую связь со студией подробностей недели. Таня, скажи, могут ли на этих выборах быть какие-то сюрпризы? Или все действительно уже просто и понятно на сегодняшний день? Алексей, ну захватывающим политическим триллером немецкие выборы назвать сложно. И это понятно. Главная интрига. Кто станет канцлером страны уже давно не интрига. Если еще несколько месяцев назад казалось, что Мартин Шульц может как-то побороться за этот пост и даже сместить Ангелу Меркель, то теперь даже самые верные сторонники социал-демократов признают не получится. И Ангела Меркель с вероятностью 99,9% останется канцлером Германии еще на четвертый срок. По сути, на этих выборах немецкие избиратели будут решать, какой коалицией она будет руководить. И здесь вариантов несколько. Это все та же большая коалиция социал-демократами или союз с маленькими партиями, либералами и зелеными. И вот как объясняют секрет успеха Меркель политологи. Огромное значение имеет уверенность и безопасность в широком смысле этого слова, которую излучает Меркель. Особенно в нынешние неспокойные времена в мировой политике. По мнению избирателей, сейчас стране нужен опытный лидер, который может хорошо справляться с игроками мировой политики. И они считают, что Меркель это умеет. Но, впрочем, нужно сказать, что сюрпризов на выборах все-таки ждут от маленькой партии, которая впервые попадет в Бундестаг. Это альтернатива для Германии правые популисты, которые требуют закрыть границы и ограничить прием беженцев, выйти из всех соглашений по климату, отменить санкции против России и признать аннексию Крыма. Самые свежие соцопросы, которые опубликовались сегодня, показывают, что альтернатива для Германии вообще может занять на выборах третье место, сразу после христианских демократов и эсдеков, набрав 11% голосов. Эта политическая сила в Германии считается нерукоподаваемой, и с ней, конечно, никто не собирается строить никакие коалиции. Но такой высокий результат, если он, конечно, будет, будет, конечно, тревожным сигналом о настроениях в немецком обществе. Алексей? Да, уж действительно тревожным, но с этим все понятно. Тань, скажи, что обещает избирателям сама Меркель? Выборы это всегда период раздачи обещаний. Чего ждать немцам от Меркель после выборов? Меркель, конечно, обещает много, но какой будет немецкая внутренняя политика и внешняя тоже, станет понятно только после формирования правительственной коалиции, поскольку для немецких политиков коалиционное соглашение это не просто пачка бумаги. Это очень серьезный документ, над которым партии работают несколько недель, а то и месяцев. И пытаются внести в него свои главные предвыборные обещания, чтобы их потом реализовать. Так что, если, например, христианские демократы будут строить коалицию с социал-демократами, то в этом соглашении, скорее всего, появится пункт о недопустимости повышения пенсионного возраста. Это такой предвыборный конек эсдеков. Если же, например, в правительство войдут либералы, то они, скорее всего, потребуют снижения налогов. Ну а зеленые – либерализация миграционной политики и запрета дизельных автомобилей. Но все это, конечно, уже будет темой дискуссий после выборов. Алексей? Спасибо. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, была на связи со студией подробностей недели.